друзья всем привет сегодня речь пойдет у нас об освещении для суккулентов я себе купила недавно фитолампы хочу про них рассказать но это чуть попозже в общем сейчас как бы предыстория моей покупки зачем нужно досвечивать растение это известно всем от недостатка света замедляется процесс фотосинтеза растение начинают тянуться отстают в росте листики не дают деток или дают в редком количестве если бы они давали определенный ли сдавал деток при большом количестве света то есть весной летом либо при мощной досветки растение также становятся блеклыми начинают даже заболевать и выход один досветка досветка то есть дополнительное освещение искусственное для наших растений покупая лампы для растений нужно обращать внимание на такие показатели как спектр излучения мощность и наличие хорошего теплоотвода ну то есть другими словами выбирать те лампы которые не нагреваются вот сначала про мощность расскажу мощность является если не основным то главным фактором светильников для растений мощность определяется в ватах то есть чем мощнее лампа я так думаю может быть это не так кто-то со мной поспорит но я думаю что чем мощнее лампа тем больше эффект но это не основной как я уже сказала показатель мощность но один из главных то есть кашу маслом не испортишь вот к примеру мощность солнца составляет по измерениям люксометров от 20 до 100 тысяч люменов в тени допустим в солнечный день мощности будет доходить до 7 9 тысяч люменов но растение поглощает не все люмена поэтому этого количества растению много растение как известно поглощает энергию от солнца от освещения только до одного процента то есть она берет максимум один процент от того что мы ему даем есть такое понятие волна светового потока ну это как бы из разряда физики я физики не очень сильно но попытаюсь рассказать своими словами то что я поняла то что я знаю вот волна светового потока это своего рода мощность излучения или световая энергия переносимая излучением за определенное количество времени световой поток измеряется в люменах то есть ваты мощность также определяется ватах она ваты напрямую зависят вернее не зависит его ты связано с люменами обозначаются люмены и л.м. ну как сигареты л.м. волна светового потока светодиодных ламп намного мощнее чем обычных ламп вот допустим лампочка в 100 ватт обычная лампочка ильгича лампочка в 100 ватт имеет световой поток в 1000 люменов а лампочка светодиодная в 10 ватт имеет световой поток в 900 люменов то есть почти в девять в раз светодиодная лампочка сильнее обычной я купила лампы 18 ватт в одной такой лампе 1800 люменов для растений но это опять смотря исходя из какого на каком расстоянии лампа находится для суккулентов для нормального развития для нормального формирования розетки для окраса и и прочего в общем для развития полноцен для полноценного развития растения нужно для суккулентов от 4 до 6000 люменов но не всегда люмены являются основным фактором также есть спектр излучения спектр излучения немаловажен для светодиодных светильников нежели мощность вот на многих светильниках производители указывают такой параметр как цветовая температура которая обозначается в кельвинах но многие производители этот параметр не указывают я покупала светильники светильник юниел сейчас я вам его покажу вот светильник юниел 18 ватт светодиодный светильник для растений вот смотрите что на нем написано то есть то же самое что написано вот на этой упаковке на написано на инструкции вот здесь цветовая шкала вот что пишет производитель уникальный спектр света максимально подходящий для фотосинтеза на 43 процента эффективнее фитосветильников на основе синих и красных светодиодов обладает приятным кремовым освещением не раздражающим глаза вот так вот такие светильники я купила но к сожалению я просто давно интересуюсь этим вопросом этой темой и усвоила что для суккулентов нужно чтобы прибор имел от пяти до шести с половиной с тысяч кельвинов но к сожалению вот этот производитель я писала непосредственно на сайт юниел спрашивала сколько кельвинов в данной лампе ответ мне пришел что у нас нет такого параметра и вообще нет такого параметра как световая температура но они конечно не правы есть такой параметр это однозначно есть просто возможно они не знали либо сидит там некомпетентный человек который отвечает покупателям либо они просто не знают что это такое цветовая температура она указывает на то какую длину волны испускает данный световой прибор для обозначения цветовой температурой или длины волны используют кельвины но также используют вот написано смотрите н.м. то есть нанометр то есть либо кельвин либо нанометр ну в чем отличие я так и не поняла если честно то есть если среди тех кто меня слушает есть физики объясните пожалуйста в чем отличие я понимаю что температура она в градусах кельвинов а нанометр это длина волны но все равно сколько кельвинов вот в этой лампе я не поняла и не определила потому что я не физик вот для сравнения человеческий глаз воспринимает кельвины в огромном диапазоне от 800 до 25 тысяч кельвинов наиболее оптимальный для нас тот который максимально приближен к дневному свету то есть четыре с половиной 55 тысяч кельвинов бывает несколько температур цветовых у светодиодов то есть теплый белый свет до трех с половиной тысяч кельвинов нейтральный белый от трех с половиной до пяти и холодный белый то есть выше пяти тысяч двести кельвинов ну из этого из всего вот этого сказанного выше следует что холодный белый свет наиболее максимален для растений то есть если вы будете подсвечивать теплым белым светом то растению вас будут расти и развиваться хуже нежели холодным белым вот это тоже нужно учитывать мы видим вот люди видят предметы благодаря тому что от их поверхности отражается свет при повышении цветовой температуры то есть повышение кельвинов длина волны уменьшается и чем она меньше тем хуже свет отражается от окружающих объектов если допустим в мощный фонарь всунуть лампочку и не знаю даже бывают такие или нет какой-то пример я взяла интересный ну наверное бывают может быть где-то и ярче бывает в лазерах может быть не знаю в общем наверное наверное да скорее всего в лазерах в общем если в мощный фонарь поставить светодиодный какой-то элемент на примеру 20 тысяч кельвинов 25 и посвятить им под ноги то мы увидим только пятно на асфальте там на земле на поверхности ну шириной где-то в диаметре до полуметра но если этим фонарем посвятить вдаль то эту этот свет увидят люди за несколько километров то есть чем мощнее чем длиннее световая волна тем меньше она дает энергии когда я выбирала себе лампы я по некоторым причинам откинула два из них два вида этих ламп это синие лампы то есть которые светят фиолетовым цветом их называют синие лампы и красные лампы даже фито лампы красные которые светят таким ядерным розовым цветом почему потому что во первых расскажу про синие нет сначала скажу про красные покороче красные если они мощные то есть если допустим такая лампа с розовым свечением 18 ватт и выше 30 36 ватт и дальше там 60 то такая лампа для растений она будет нормально работать растение будут под ней развиваться но для глаз это не есть хорошо то есть постоянно находиться в комнате и когда у тебя по 16 по 17 часов в сутки работают вот эти лампы ты смотришь на этот розовый свет ну привыкаешь но все равно это неприятно поэтому когда побыли у меня красные лампы я подумала что красные я больше не захочу к себе купить и куплю себе обычные белые дневного света но мощные и с цветовой температурой такой приближенный фитолампу потому что в белом свете как известно все равно присутствуют все семь цветов радуги это мы знаем со школы еще что луч света при преломлении раскладывается на 7 цветов радуги каждый охотник вот на шкале это видно хорошо каждый охотник справа налево каждый охотник желает знать где сидит фазан то есть каждому свету каждому слову соответствует определенный цвет цветовой шкале и вот световой луч эта волна которая имеет в своем составе 7 цветов эти цвета и называются спектром то есть причем каждый цвет имеет ну как бы свою длину волны и соответствует этой этой длине разное количество энергии и чем волна короче тем меньше эффекта для растений вот на этой шкале видно что красная она длиннее всего то есть тут пик 660 вот 660 нанометров синяя 445 ну и дальше уже вот эти цвета они как бы не на большом проценте но все равно не присутствуют в подсвечивание растений участвуют в основном красный и синий спектр но фитолампах присутствует также все цвета радуги и всех спектра свечения вот про зеленый спектр я хочу сказать немножко отдельно сначала хотели от него совсем отказаться от зеленого спектра потому что хлорофилл в листьях растений отражает зеленый свет и практически не воспринимает зеленый спектр но потом когда уже более глубоко стали следовать этот вопрос узнали что именно зеленый спектр проникает в те клетки в те ткани растения до которого красный и синий практически не может добраться и поэтому его включили обязательно фитолампы учеными доказано что красный спектр влияет на интенсивность фотосинтеза то есть самый пик фотосинтеза приходится на красную волну излучения на красный спектр но отдельно подсвечивать красным светом нельзя потому что точно также проводили эксперименты корейские ученые и пришли к выводу что если подсвечивать растение только красным цветом то растение постепенно погибнет потому что он влияет только на какие-то на определенные жизнедеятельные процессы растения а остальные процесс остаются без внимания вот теперь расскажу про синий спектр который включает фитолампы в обязательном количестве вот здесь на шкале он 445 есть фитолампы которые в которых синий спектр практически стоит на одном уровне с красным спектром может быть это даже и лучше есть даже лампы с синим спектром вот которую я сначала изначально хотела тоже купить предпочитая их розовым но как потом выяснилось на шкале спектров свечения вот здесь красный лидирует а если взять шкалу синий лампа свечения то там лидирует синий то есть он максимально поднят вверх но дело в том что синий свет непосредственно направленный на глаз вредит зрению при попадании синего цвета в глаза зрачок сужается не сильно и поэтому излучение исходящее от синего цвета она повреждает сетчатку глаза а когда на световой шкале синие красные уравнены или хотя бы добавлен красный или другие цвета то красный автоматически сужает зрачок и зрение наше не портится также синий цвет влияет на сон человека если находиться долго в помещении с синим цветом бывают такие синие ночники у человека со временем сбивается жизненный ритм наступает бессонница и вот такой пример я как бы даже им пользуюсь уже давно этим примером вернее но лайфхак не лайфхак не знаю как назвать когда вы утром просыпаетесь и вам все равно хочется спать нужно посмотреть на голубое небо ну хотя бы 5-7 секунд вы посмотрели и у вас он как рукой сводит снимает вот можете правы проверить потому что действительно это работает синий цвет в избытке вреден а так как фитолампы светят как я уже говорил по 15 16 часов в сутки и если лампы с преобладанием с большим преобладанием синего цвета то это может нанести вред здоровью синий спектр он важен конечно же он отвечает за компактность растения потому что каротиноиды которые находятся в клетках суккулентов и отвечающий за окрас суккулентов поглощают именно синий цвет поэтому он необходим для окраса растений синий цвет необходим также он участвует фотосинтезе но в меньшей степени чем красный спектр и также синий цвет отвечает за слежением растения то есть когда растение следит за солнцем поворачивается по мере передвижения солнца или когда стремится тянется растение в сторону больше освещенности вот за это отвечает синий спектр вот этот светильник я купила не случайно потому что я читала отзывы смотрела фотографии в интернете тех растений которые выращены именно под этими светильниками ну и пришла к выводу что он наверное даже лучше чем красный и чем но синих я уже сказала что синие однозначно бы не купила и у меня был выбор между красным и между белым дневным светом но остановилась на нем потому что вот на этом светильники потому что он для полного развития растения вот эти параметры которые здесь написаны на них обращать внимание не стоит они в основном пишутся для обычных растений не для суккулентов то есть площадь освещения два с половиной метра от двух с половиной до трех с половиной метров и написано там что нужно поднимать светильник этот на расстоянии 60 сантиметров от растений ну если мы его прикрепим на расстояние 60 сантиметров от растений то эффекта мы не получим это сто процентов потому что суккуленты требуют света в большем количестве чем обычные листовые растения как я уже сказала за компактность и рост суккулентов отвечает спектр свечи свечение и мощность и вот этот спектр свечения вот если смотреть на эту шкалу то вот эту поговорку о цветах радуги каждый охотник желает знать где сидит фазан можно переделать и пользоваться ею когда выбираете лампа для свечения для для досветки суккулентов вот точно также справа налево каждый красный филин голубой но тут голубой практически не виден гадает где зайцы зеленые жирнее каждый филин гадает где зайцы жирнее и вот этой переделанной поговоркой можно выбирать себе спектр свечения для досветки растений другими словами выбирайте себе фитолампы где преобладает красный и синий спектр обязательно и где шкала на лампе обязательно нарисовано чтобы вы смогли посмотреть и сравнить ее с тем что у вас есть и или с тем что может быть также я хотел еще сказать про пульсацию ламп бывают лампы пульсирующие то есть некачественные которые самый секрет ну не секрет а опасность пульсирующих ламп в том что пульсацию эту не видно невооруженным глазом и можно только при включении фотокамеры или видеокамеры увидеть эту пульсацию то есть вы включаете при обычном при взгляде на лампу она светит и светит но когда вы включаете видеокамеры там как-то уже изображение идет по-другому то что мы не видим невооруженным глазом камера снимает иначе и вот на изображениях видеокамеры начинаются мигание вот такие лампы они вредны для здоровья вредны также для зрения и это некачественные лампы от них нужно отказаться но в основном это бывают люминесцентные лампы они кстати тоже многие досвечивают этими лампами но они намного слабее чем они сильнее чем обычная лампочка или гича простая но слабее чем светодиодные вот они пульсирующие в основном бывают и также натриевые лампы которые светят оранжевым таким рыжим светом и также они довольно часто пульсируют но натриевые лампы они хороши только растение под ними хорошо растут когда у этих ламп большая мощность то есть от 600 ватт в комнатном до сред в комнатном комнатной досветке растения такие лампы конечно же вешать нерентабельно во первых большая потребление мощности во вторых они очень сильно нагреваются и также они опасны и если попадет капли воды налопнет а так как в ней содержится ртуть то это опять вдвойне опасно для здоровья поэтому натриевые лампы это в основном для теплиц для больших таких производственных выращивания растений где растения поставлены на поток а нам нужно у которых у людей у которых маленькая коллекция растений суккулентов мы довольствуемся фито лампами светодиодными светить лампы должны по 15-17 часов в сутки даже по 15-16 приблизительно не меньше и не больше потому что почему не больше меньше естественно почему потому что растение должно получать свет в том количестве в каком ему нужно его получить но больше тоже не следует потому что на ночь нужно отключать так как в это время должна обеспечиваться темновая фаза фотосинтеза которая происходит в природе то есть растение тоже должны отдыхать темновая фаза фотосинтеза она там Там как-то по формулам тоже в эту фазу поглощается углекислый газ, выделяется кислород. Но я в эти дебри не залазила. Но поняла, что просто нужно отключать лампы на ночь. Потому что это для пассивного отдыха растения тоже очень важно. Вот под красно-синими лампами. Конечно, растения, если они лампы мощные, если спектр там выбран удачно, растения растут. Растут компактными, не тянутся и окрашиваются. Но окрас... Растения яркие, конечно, под такими лампами, под красно-синими. Растения очень яркие. Но, опять же, повторюсь, дело в том, что красно-синий спектр, он окрашивает растения в ненатуральный цвет. То есть он в основном придает растению какие-то фиолетово-розовые оттенки. В основном даже больше в фиолетовую сторону. То есть у вас все растения получаются компактными. Но цвет у растений получается практически однородный. То есть у вас все растения одного цвета. Ну, там какие-то есть переходы тонов незначительные. А вот таких оттенков, как на прямом солнце, как при досветке белыми лампами, растение добиться не может. Это вот тоже, как бы, я считаю, минус красно-синего спектра. Ламп с красно-синим свечением, которые светятся в окнах фиолетовым цветом и которые светятся в окнах розовым цветом, таким ядерным, вырви глаз. Еще хотела сказать несколько слов о том, как лампа должна расположаться по отношению к растениям. Лампа должна находиться непосредственно сверху растения. То есть точно так же, как дневной свет солнечный попадает на растение. То есть ни сбоку, ни где-то там, я видела, прилепляют лампы на откос подоконника. Вот окно. И вот сюда лепят. Вот здесь стоят растения. Вот тут стоят растения. Вот тут сейчас дотянусь. Вот они по всему подоконнику. А лампа вот здесь прикручена на вот этом откосе. То есть свет бьет вот так на растение. В этом случае ваши растения совершенно не будут получать свет. Совершенно. То есть вы вешаете лампу, и она у вас что есть, что нет. И растения стоящие... Вот тут у меня черенки в кружке поставлю. Вот так прибита лампа. Свет бьет вот так. То есть вот эти растения, которые стоят непосредственно к светодиодам, в какой-то там степени они получат мощности. Освещение, и что-то там с ними произойдет хорошее. Остальные, которые будут здесь, здесь, которые будут дальше по подоконнику располагаться, этим растением, ну, как мертвому припарка будет ваша лампа. Поэтому лампу нужно располагать только над растением. Вот смотрите, я повесила вот эти лампы. Сейчас немножко расскажу о том, как я их вешала. Размер лампы 56 см. У меня такой вид красивый. Там соседский сарай. Вообще красота. Прям такой стрёмный вид. Ну, что же сделаешь. Длина лампы 56 см. И дело в том, что я когда заказывала, думаю, классно. У меня прям вообще она подойдет вплотную к полкам. Но я не учла то, что мои полки, они состоят вот из таких стоек. То есть вот полка, вот они, стойки. И вот эти трубки заканчиваются. И только после, я даже не знаю, где показать. А, ну вот на этой уже, на переделанной. Трубка заканчивается, она выше. И здесь тоже, вот отсюда, здесь тоже расстояние. И когда начинается стекло, а вот здесь лист алюминиевый, то размер полки, он сокращается. Именно на длину вот этой трубки. И так как лампы, они 56 см. То есть они легли вплотную на эти трубки. И как я изначально планировала, просто приклеить их на скотч к полкам, у меня не получилось. И поэтому мне пришлось их лепить тут, мудрить на двухсторонний скотч с одной. Сначала лепила с двух сторон. Потом вот с этой стороны он прилеплен. Вот так сейчас покажу. Вот тут двухсторонний скотч. Вот здесь она вроде закрепилась. Но потому что здесь у нее есть захват пространства, куда можно прилепить скотч. То есть есть нормальное место. И она пока держится. А вот здесь просто не было захвата. Я попробовала вот так скотч прилепить по поверхности лампы. Но она со временем под тяжестью. Хотя она не очень тяжелая, но все равно скотч ее не выдержал. И лампа у меня падала два раза на растение. И поэтому я вот сейчас подвязала их просто ниткой к полке. Толстой белой ниткой, шелковой. Но я думаю, так она будет держаться. Это у меня как... Ой, куда свет пропал? Я вязала и вспоминала своего покойного свекора, который все время смеялся над соседом, у которого в машине радиатор и какие-то там еще запчасти были подвязаны на женские щелки. Вот то же самое произошло со мной. Мои сейчас лампы подвязаны на какую-то шелковую нитку. О, стромотище. Голь на выдумке хитра. Да что ж такое с камерой? Ну, это, наверное, просто отражение света. Да, еще что хотела сказать про эти лампы. Лампы эти греются. И греются достаточно сильно. Я даже не ожидала, что они будут так греться. Вот если бы они были прикручены... У меня непосредственно приклеены непосредственно к полкам, то верхний ряд горшков, вот та полка, на которой стоят вот эти горшки, она бы нагревалась с большой силой. Ну и то, что она у меня, эта лампа, не приклеилась, это даже плюс, потому что здесь осталось расстояние где-то в 3 сантиметра. Вот туда ручка пролазит, свободно болтается. Там 3 сантиметра расстояния от этой полки до лампы. И это, конечно же, плюс, потому что вот эта температура, которую отдает фитолампа, она рассеивается и нагревается меньше верхний ярус. А чем больше нагревается ярус, тем страдает корневая система у растений, которые стоят выше. Вот это тоже нужно учитывать. Если лампы греются, да что ж такое... Если лампы греются, то нужно их обязательно вешать, подвешивать так, чтобы они не нагревали ваши вторые ярусы. Вот у меня вот эта лампа, она подвешена нормально. Опять нет ничего. Ну, не знаю, покажу. Нет. Ну вот, не ловит здесь фокус совсем. Лампа светит. Вот крепежи вот эти. Вот. Вот так. Вот здесь у меня были старые крепежи, здесь висела красная лампа. Эту я повесила без проблем на старые шнуры. Нормально все. Вот. Ну, а здесь пришлось мудрить с этой стороны вешать на нитки. Вот так. Наверное, сниму. Так. Ну и что хочу сказать про эффективность ламп. Вот прошло уже около сегодня шестой день. Вот сейчас вечером уже будет шестой день, как я повесила эти лампы. То есть они уже светят шесть дней. Что я хочу сказать. Эффект за шесть дней уже виден. Конечно, для идеального варианта нужно было вешать мне на каждую полку по две лампы. Ну, это, конечно же, дорогое удовольствие. Цена одной лампы 970 рублей. Я их купила восемь. Там у меня еще я заказывала через девочку. У девочки была скидка на Валберис. И поэтому мне они пришли подешевле, чем они стоят на сайте. Вот. И вот я купила восемь ламп. Я разместила пока по одной лампе на три полки на кухне, по одной лампе на три полки в зале. Еще также на обувную полку, которую я покупала дополнительно, тоже повесила там две лампы оставшиеся. Посмотрю на эффект. Будут денежки. Еще, конечно, подкуплю этих ламп, потому что у меня остался неподсвеченным ярус с хавортиями внизу. Они, конечно, меньше света требуют. Но все равно он им не помешает. Будет лучше намного. Потому что окошечные хавортии без света тоже очень сильно вытягиваются. И вот про эффект этих ламп, этой лампы, я сейчас вам расскажу немножко вкратце, потому что время уже 33 минуты, 34 даже. Что хочу сказать. Растения за шесть дней заметно окрасились. Про компактность, конечно, сказать ничего не могу, потому что за шесть дней много листьев не вырастет, и компактность розетки определить еще трудно. Но окрас растений уже налицо. То есть вот камера не снимает. Обычным взглядом от глаза видно лучше. Но все равно вот что получится, покажу. Вот перед вами не буду сильно дотягиваться, потому что налет поврежу и все. Вот эхиверия верона. Она, смотрите, какая красненькая уже стала. Прям красавица. Эхиверия Мэнса тоже приобретает. Мэнса даже уже подняла листочки кверху. То есть форма розетки у нее же такая становится компактная. Ушки она подняла кверху. Куспидата тоже приобрела розовый оттенок. То есть за шесть дней вот такой вот явный результат. Меня это очень радует, конечно. Это прям ура-ура. Это вот Луэлла тоже у нее каемочка. Она вообще так сама будет вся красная на солнце. Но сейчас пока только каемочка окрасилась. Ну потому что шесть дней только прошло. Это же не шесть месяцев и не шестьдесят дней. Вот также Сит Оливер окрасился. Лист у него прям красный-красный уже с тыльной стороны. Прям замечательно. Я очень рада. Полидонис тоже больше красноты у нее появилось. И вот здесь тоже на этом ярусе. Вот Эхиверия Файрлайт, вот та красная, которая стоит в углу. Она была практически серо-зеленой. Были только красные каемочки у нее по краю листа. Сейчас она, как видите, за шесть дней, это прям вообще невероятно. Она окрасилась практически до красного цвета. Ну не до такого, какой она бывает летом на солнце. Но все равно, прям я вообще довольна. Вот также Эбони. Смотрите, будет видно на камере или нет. Ой, что это? Эбони. Вот Агавоидная Эхиверия. Вот эта. Вот она, Эбони. У нее тоже тыльная сторона листа красная. Розовая становится. То есть видно, что она окрашивается. Содоверие Пинкруби тоже стало красной. Очухивается после трипса. Вот уже листики лезут там новые, хорошие. Вообще ярче. Они сейчас ярче, чем снимает камера. Намного. Вот этот прям по хифитам сейчас розовый-розовый, как поросенок. Он на самом деле сейчас вот такого цвета, который на вот этом горшке розовый. Горшок на самом деле ярче. Но реальный цвет вот этого по хифитума сейчас именно вот такой. Вот видите, как искажает, насколько камера. И вот там вдали дотянусь нет. Вот. Симуланс лагунен санчес. Она тоже такая стала розовенькая. Ушки подняла. Ну, я вообще прям довольна. Вот. Мексикан джан тоже. Кончики листиков уже стали розовые. А был серый-серый. Ну, прям я несказанно рада. Эффект замечательный. А вот это растение стоит вообще в прямую к лампе. И вот я его показывала, когда снимала Айхризон. Это Иониум сидифолиум. И вот он тогда был практически весь зеленый. Сейчас у него уже красные листики. Прям эти крапинки намного ярче, чем были раньше. В общем, эффект есть. Девочки, эффект замечательный. Я довольна, я рада, я счастлива. Опять света нет. Вот тут я несчастлива. Что ж у меня? Вот с камерами мне вообще не везет. Мне вообще с техникой не везет. Вот. Даже не знаю, что еще показать. Вот хочу еще показать вам вот эту хеверию. Этой хеверии у меня спасенка. Она была... Это хеверия Пурплэпер. Она была в цветочном букете. Медленно там засыхала. Ну, подарочный цветочный букет. И когда букет выбрасывался, я ее спасла. Она долго стояла у меня, принималась, потому что она в букете стояла. Букет был еще, причем, в засохшем состоянии, стоял долго. И вот она, наверное, там больше месяца только сохла. У нее, так как она стояла в тени, у нее даже не было корешков, она была срезана, проткнута палками, которые были всунуты в букет. Вот. И потом, когда я ее принесла домой, посадила, вернее, не посадила, но так засунула в сухой грунт, она дала у меня корешки, постепенно набрала тургор. Листья, конечно, у нее сейчас зеленые. Она была вишневая-вишневая, когда умирала. И вот сейчас под лампами она резко пошла в рост и начала формировать новую макушку. Вот она еще, наверное, немножечко подрастет, и я ее переукореню. Наверное, отрублю ей все-таки голову, потому что вид у нее сейчас не очень. Вот те листики, прям, когда она умирала, прям мелкие-мелкие внизу. А сейчас уже, когда ей стало хорошо, она начала опять формировать правильную розетку. Так что я, наверное, ее переукореню. Но все равно это пример того, что она вот за 6 дней под лампами, просто как сумасшедшая, начала растить листья. Это прям замечательно. Ну и камера, я как говорю, опять не снимает. То есть розовые цвета, они сейчас даже и не розовые. Они намного ярче сейчас, эти цветы, какие я вам показываю. Это вот я снесла недавно голову Фред Айвс. Это вот, нет, Фред Айвс вот она, а это был Барон Болт. Просто тут Фред Айвс лежит в этом горшке. Вот, так же вот эти растения. Ну, цвет камера не передает, поэтому эффект он виден не будет. Ну вот, видите, вот там вдали гробтоверия Титубанс. Вот она. Ой-ой-ой, вот она. Вот опять на камеру не видно, но она была зеленая. Сейчас она полностью вся розоватого оттенка, такого интересного. Это за шесть дней. То есть эффект замечательный. Так что, девочки, это не реклама, я просто советую вам покупать такие лампы. Потому что это не только мой опыт, которого у меня еще нет, мой шестидневный опыт, но это опыт многих-многих коллекционеров, которые уже не один год используют лампы такого назначения. Именно кремовое свечение лампы 18 ватт. Если вы купите лампу 36 ватт, то будет вообще замечательно. Но опять же, смотрите, 36 ватт она будет, мне кажется, сильнее нагреваться. И опять ее клеить на полке нельзя. Обязательно только подвешивать. Ну вот так. Это был обзор моих ламп. Какие вопросы, если остались, я отвечу, задавайте в комментариях. Ну все, всем пока-пока!